Добрый день дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Татьяна Горбунова. Итак, сегодня я бы хотела в этом видео обзоре еще раз продемонстрировать вам, как мы переводим монеты из кошелька на биржу, а с биржи уже на наш кошелек. Итак, что мы делаем? Для начала мы с вами заходим на биржу BTC Alpha, а затем мы с вами нажимаем на финансы. То есть вот у нас человечек, нажимаем на человечка или сюда на ваш логин и выбираем строку финансы. Итак, вот мы с вами попали в раздел финансы, ищем нужную нам криптовалюту. Соответственно, нас интересует призм. Он где-то у нас находится примерно в середине. Вот она наша монетка призм. Дальше, что мы делаем дальше? Так как мы с вами заводим монету призм, то есть нам нужно сюда завести на биржу, из кошелька на биржу, а не выводим. Соответственно, мы нажимаем с вами на плюсик. Вот мы с вами нажали на плюсик. Что мы видим? Здесь мы с вами видим тот адрес, на который нам нужно будет перевести монетки. Вот он у нас адрес. Дальше мы видим публичный ключ. Мы его тоже будем с вами копировать. И обязательно, прямо обязательно, нужно будет скопировать комментарии. Без этого комментария при выводе монет из своего кошелька, у вас деньги будут, скорее всего, не очень долго будут просто переводиться. Либо нужно будет в дальнейшем связываться с техподдержкой BTC Alpha, что действительно был такой-то перевод, ну и так далее. Чтобы избежать этого, мы просто обязательно копируем, значит, изначально адрес кошелька, затем публичный ключ и комментарий. Итак, как мы это делаем? Мы заходим в свой кошелек призм, делаем перевод. Как это показать, я думаю, ну, как это делать, я думаю, вы все сами знаете. Нажимаем, делаем перевод, вводим в строку адрес кошелька, публичный ключ и обязательно комментарий. Ну и также вы указываете ту сумму монет, которую вы хотите перевести. Итак, после того, как вы все это сделали, все скопировали, вы заходите обратно на BTC Alpha. То есть, вот вы зашли обратно на BTC Alpha и ждем, когда у нас с вами появятся монетки. То есть, ну, по-разному бывает. Транзакция проходит, ну, какое-то время нужно подождать. Кто-то, кому-то в течение минуты приходит, кому-то, ну, обычно быстро приходит. В общем, ждем. Итак, дорогие друзья, вот у нас монетки пришли. Я подождала где-то минут 5, наверное, и пришли монетки. Что я делаю дальше? Видите, у меня вот здесь вот уже стоит цена. Ну, та, которая сейчас по курсу монеты. Я эту цену убираю и ставлю свою цену. По какой цене я бы хотела продать монетки? Ну, вот, допустим, я ставлю 0.35, потому что дешево монеты продавать я не хочу. И сюда я уже пишу, что я хочу, допустим, отдать. Вот 1000 монет у меня есть на счету. Сюда я ставлю 1000 монет. Вот она. Видите, у меня пишут, что я должна получить 350 долларов. И комиссия будет 0.7, ну, 70 центов комиссия будет. Итак, нажимаю продать призму. Вот, видите, у меня на балансе теперь 0. И мой ордер ушел вот сюда, в активный ордеран. То есть он у меня будет в режиме ожидания. То есть я свои монеты поставила на торги, скажем так. Ну, можно так выразиться, да. То есть я буду в режиме ожидания. У меня транзакция не прямо сейчас пройдет, а через какое-то время, когда стоимость дойдет до 35 центов за одну монету. То есть я буду ждать. Я не хочу продавать дешево свои монеты. Поэтому я поставила свою цену и сейчас в режиме ожидания. То есть буду ждать, когда сработает мой ордер. Как только сработает мой ордер, здесь в этой строчке будет пусто. То есть она уйдет у меня уже отсюда. Здесь ничего не будет. Либо бывает такое, что постепенно отсюда количество мне... То есть вот, допустим, если я поставила 1000 призм на продажу, да, то у меня может быть здесь постепенно. То есть продаться сначала, допустим, 100 монет, там 50 монет, или 300, или 500 монет, или еще что-то. То есть частично может отсюда уходить. И так до 1000. То есть такое тоже бывает. Итак, друзья, как только ваш ордер сработает, вы можете отследить все это в истории. То есть заходите в историю и смотрите. Как только ордер сработает, будет вот такая строчка с зелененьким значочком. Значит все, ваш ордер сработал. Если вот такая будет строчка с красненьким, ну это значит, вы отменили там какой-то ордер. То есть ждем, просто сидим и ждем. Это может потребовать определенное количество времени. Поэтому не волнуйтесь, не переживайте. Не продавайте дешево свои монеты. Проявите упорство, упрямство, настырность. Я не знаю, как это еще назвать. В общем, сидите и ждите, когда сработает ваш ордер. На этом я заканчиваю свой видеообзор. Подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Татьяна Горбунова. Задавайте вопросы, будем вместе решать. В следующем видеообзоре я буду рассказывать, как из биржи выводить деньги на свои карты. Желаю всем отличного настроения. Много позитивных людей вокруг себя. И всего самого наилучшего. Пока-пока.